Середина октября в живописном городе Айнзидельн. На повестке дня собрания общины города находится вопрос предоставления гражданства Ирвин Гуданну. До выхода на пенсию этот американский ученый-химик работал в высшей технической школе Цюриха и исправно платил налоги, как говорится, не состоял, не привлекался. Тем не менее, по результатам проведенного собеседования Совет общины рекомендовал отклонить его просьбу о натурализации. Заявитель не смог назвать ни одного своего приятеля здесь в Айнзидельне. Он не участвует в общественных мероприятиях. Текущие проблемы нашего города ему, как кажется, совершенно неизвестны. Вот здесь Ирвин Гуданн воспитал своих детей. Сейчас ему 75 лет, он давнишний член местного яхт-клуба. Почему община отказала ему в паспорте, он не понимает. Я прожил здесь 40 лет, тут уж хочешь-не хочешь, превратишься в местного. Здесь выросли трое моих детей. Мне кажется, что участие в общественных мероприятиях не является адекватным показателем степени интеграции. Впрочем, Ирвин Гуданн признает, что в ходе собеседования он плавал в вопросах и оставил о себе не лучшие впечатления. Я ощущал себя, как в школе на экзамене. Шесть учителей сидят и смотрят на тебя, а ты отвечаешь на вопросы. Но какое вообще значение имеет такой разговор? Ведь члены общины уже не раз обсуждали его кандидатуру, и в конце концов они все равно, пусть и минимально большинством, но проголосовали против его натурализации. Интересно, что одновременно рассматривались и дела 16 других кандидатов из Турции, Сербии и Шри-Ланки, и все их ходатайства о получении гражданства были одобрены. Если бы Ирвин Гуданн жил в другой общине, то его заявление скорее всего было бы одобрено, ведь в Швейцарии сколько общин, столько и вариантов процедуры получения гражданства. Случай профессора Гуданна стал причиной очередного раунда общественных дебатов на предмет адекватности системы, в рамках которой вопрос натурализации решается голосованием членов общины. Такой порядок, правда, существует не везде. В городе Криенс, например, что рядом с живет 25 тысяч человек, и здесь вопрос натурализации решается специальной комиссией. В Криенсе Ирвин Гуданн давно уже стал бы швейцарцем. Мы тоже задаем вопросы, мы спрашиваем претендентов, как работает швейцарский федерализм, какие общины и кантон являются нашими соседями, но мы не просим перечислять названия улиц. Мы смотрим на картину в целом. Когда человек оставляет в целом позитивное впечатление, то у него есть отличные шансы стать гражданином. Впрочем, такой подход тоже не спасает от критики. В 2008 году в Криенсе был натурализован выходец из Боснии. Сегодня он подозревается в связях с радикальными исламскими группировками. Его досье со всеми документами было изучено вдоль и поперек. На тот момент комиссия посчитала, что с парнем все в порядке. А уж то, что происходит с человеком после получения паспорта, это находится вне нашей компетенции. Неважно, кто принимает решение. Комиссия, совет общины или ее жителей от ошибки никто не застрахован. Не исключено, что Ирвинг Данс свой отказ опротестует в соответствующих органах власти.